Всем привет! Никакого апокалипсиса в прошлом году не произошло, а это значит, что самое время оглянуться назад и посмотреть, насколько близко к реальности сбывается сказанное в фантастических и не очень фильмах. Мы проверим, изменился ли мир вокруг нас, наводнили ли нашу жизнь невероятные технологии и что вошло в моду. Напоминаю, что это не обзоры фильмов, так что здесь вы можете спокойно хватануть смертельную дозу спойлеров, но так и не разобраться с сюжетом. Сегодня мы посмотрим оставшиеся семь фильмов, и если не смотрели первую часть кинопрогноза, то обязательно зацените ее. А мы приступаем. Я видел такое, что вам, людям, и не снилось. Начнем проверять, многое ли из показанного стало явью, пожалуй, самого популярного кандидата, бегущего по лезвию. Конечно, вы и сами все лучше меня знаете про мир победившего киберпанка, но на всякий случай окунемся туда еще раз. Уже в нулевые корпорация ТРЛ должна была поставить на поток производства репликантов. Это такие роботы, практически неотличимые от человека. Репликанты серии Nexus 6 оказались сильнее и выносливее людей, а интеллектом не оступали своим создателям. Человечество устремляется покорять космические просторы. И тут репликанты пришлись очень впору. Ведь что может быть лучше для колонизации других планет и проведения каких-нибудь особо опасных исследований? Устроив бунт в одной далекой колонии, репликанты тем самым подписали себе смертный приговор на земле. И здесь были созданы спецотряды полиции по отлову и уничтожению репликантов. Те самые бегущие по лезвию. Декард, бегущий по лезвию. 2019-й на нашей планете глазами этого фильма выглядит немного удручающе. Настоящих животных, видимо, не осталось. И теперь их создают искусственно. Искусственно? Конечно. Что, правда, сделало их только дороже. Змея настоящая? Конечно, нет. Если бы я могла купить настоящую, разве я бы здесь работала? На улицах Лос-Анджелеса повсюду мусор и грязь, а многие дома пустуют. Видимо, уже все, кто только мог, перебрались в одну далекую-далекую галактику. Ваши прожекторы теперь уже прошлый век. Ведь в Лос-Анджелесе теперь круто мастить на небоскребы до вышки столбы из огня. Или, на крайний случай, плюющуюся в небо фаерболами установку. Никуда не исчезло и социальное расслоение, что видно даже по архитектуре и дизайну. Богатые теперь вообще способны отгрохать себе целую пирамиду размером с полгорода. А подчеркивание твоего статуса все еще стабильно выражается в дорого-богатых поклонах предыдущим эпохам. Бедным из всего этого великолепия достался только бетон. Правда, после того, как человечество решительно не вымерло в 2012-м, люди как-то разочаровались в теле майя и ацтеков. Так что и квартиры в нашем 2019-м без этнических барельефов и с бегущего. Давайте посмотрим, что там по технологиям. И чем из показанного мы с радостью пользуемся сегодня. Ни одно приличное будущее без летающих машин, кажется, просто не может существовать. Но наша как-то ухитрилась. Никаких защитных полей, об которые способны убиться репликанты, у нас тоже нет. Как и самих репликантов. Для производства этих биороботов наука скакнула куда-то очень далеко вперед. Уж если для репликантов можно вырастить глаз в пробирке, то наверняка и для людей жизнь стала полегче. Несмотря на всяческую прогрессивность, пузатые телевизоры с антеннами, да, огромные сферические фены, выглядят как милые артефакты ретро-футуризма на общем фоне. Конечно, фотошоп для нас более удобен. В отличие от беспощадного к эпилептикам голосового собрата из фильма. Правда, наши редакторы уступают возможности бесконечно увеличить аналоговую фотографию. А вот видеозвонки, пусть не избудок, и видеодомофоны, хоть и не с двусторонним показом видео, это уже вполне из нашей реальности. В массе своей мы не стали выглядеть точно как в бегущем. Но, например, подобную приз видел практически каждый. Чокер, яркий камех, обелея черного, разве что можно убавить объем волос надутой 80-ми, и будет вполне себе типичная коре очередной винишки Тян. Если они еще, конечно, все не вымерли, к 2019-му. Прозрачный плащ Зора теперь несложно встретить на полках масс-маркета. Одним словом, хоть мы и не похожи на героев фильма, но эти персонажи к 2019-му стали выглядеть более обыденно. Держу вас в курсе, Джейсон все еще не стал чем-то сексуальным. Может быть, в следующем году? Пластмассовый мир киберпанка победил. Неон оказался сильней, и все мы теперь вынуждены жить, подобно Декарту, окруженные светом неоновых вывесок, задыхающиеся от засилия LED-панелей и рекламы в целом. Так что самое время рассказать про продакт-плейсмент. К счастью, каждый желающий до сих пор может приобщиться, и, напустив на себя нуарного вида, бах на Джуни Волкер Блэк, щурясь воображаемому Харрисону Форду. В адвайзере Кока-Кола все еще с нами. Нас не разделит ни ядерный взрыв, ни дебри киберпанка. А вот Атари так не повезло. Хотя полароиды и моментальные фото куда-то исчезали на время, но сейчас все еще существует и прекрасно себя чувствует. Даже в эпоху цифры. Хочу думать, что и про нашу роковальню ВК в далекие 80-е все было уже предсказано. С чем бегущий еще попал в точку, так это огромный тренд на азиатщину. Думаю, тут все заметно невооруженным взглядом, даже если вы усиленно стараетесь всего этого не замечать. Да и мультикультуризм все так же актуален, несмотря на все перегибы кинопроизводителей и не только их. Но самое грустное предсказание, которое сбылось, это уход Рутгера Хаура. Все эти мгновения затеряются во времени. Как слезы в дожде. Пришло время умирать. Все, что вы здесь услышите, является тайной. На очереди неожиданная версия нашей реальности вампирский постапокалипсис из фильма Войны Света. В 2009 году началась эпидемия. И всего из-за одной летучей мышки к 2019 осталось менее 5% людей от всего населения. Конечно, хорошо, что все теперь вампиры. Но есть один нюанс. Кажется, такими темпами совсем скоро будет нечего есть. Мир на пороге кровяного кризиса. Цены на кровушку неумолимо растут. Ученые бьются над разработкой кровезаменителя. По всему миру жители выходят бунтовать против карточной системы раздачи еды. А тем временем совсем голодные кровососы стремительно деградируют, превращаясь в монстров. Из минусов такой трансформации потеря мыслительной деятельности, эмоций, речи, поражение головного мозга. Но зато в подарок идет устрашающий вид. А кто-то может и крыльями разжиться. И уже для подавления этих деградантов приходится прибегать к помощи армии, которая в свободное от этого время носится и пытается доловить остатки людей, чтобы сопроводить их на своеобразные фермы для сцеживания крови. Конечно, в такой ситуации общество раскалывается на две половины. Одни хотят просто ловить больше людей и продолжать их доить. Не ясно только, как найти такое место, где эти человеки бесконечно спавнятся. А другие убеждают отказаться от человеческой крови совсем и полностью перейти на кровезаменители, как только они появятся. Одним словом, предлагают по-вампирски веганить. Осознавшие себя сверхсуществами вампиры относятся ко всем отличающимся соответственно. Пойманные люди для них имущество. Так, например, многие во время кризиса стали изымать свои человеческие активы с ферм. А деграднувшие собратья это угроза. И, разумеется, подлежат уничтожению. Даже если эта угроза неделю назад стригла твой газон или пару дней назад была твоей дочерью. Нужно больше патрулей, чтобы жгли этих вонючих крыс. Я могу ошибаться, но эти твари не должны существовать. Стоит поговорить немного про самих вампиров, потому что практически каждый фильм пытается переизобрести эту нечисть. Здесь у нас вампы почти классические. Умирают от обезглавливания, кола, воткнутого прямо в сердце и солнечного света. Живут вечно, не болеют, не стареют, не отражаются в зеркалах. И на их кардиомониторах вечно значится прямая линия. Единственная отличительная особенность от классических кровопийц светящиеся глаза. Они, к сожалению, не помогают видеть в темноте, но зато с ними легче понять, кто тут свой, а кто еще двуногий мешок с кровью. Раз уж и у вампиров есть свои уязвимости, то и наша повседневность меняется под эту реальность. Конечно, все переползли на ночной образ жизни, но если вы все еще любитель потенциально суицидальных вещей, то можно, например, прокатиться и днем. Для этого машины теперь апгрейдят солнечными экранами, а водят их все только по видосам с камеры, прикрученной на крышу. Вообще, вампиры практически везде лепят камеры. Но что еще делать, если ты не отражаешься в зеркале? Одно из неудобств, связанных с отсутствием отражения в зеркале, это то, что невозможно понять, как мы выглядим. Суперумные машины могут активировать режим подкачки шин на случай всяких форс-мажоров, так что теперь можно кататься с пробитием. Для вампиров, предпочитающих свою левую и правую колесам, есть пешеходка. Это сеть подземных тоннелей, по которым можно зайти почти куда угодно. А между небоскребами висят закрытые от опасного света переходы. Сопротивляющиеся людишки обращают чужие слабости в свое оружие и носятся в основном с луками да арбалетами. Последнее, кстати, часто приделывая к огнестрелу, потому что, почему бы и нет? Видимо, из-за боязни солнца в вампирскую моду пришли шляпы. И тут кто во что гораст. Кто-то решил упарываться по нуару, так что уходит в стиле сороковых, кто-то предпочитает шестидесятые, кто-то семидесятые, ну и так далее. В общем, вы поняли, можно косплеить любой горячо любимый тобою период. По цвету это же черный, серый, белый и немного красного. Как и в принципе все вокруг, что в дизайне, что в архитектуре. Практически везде можно встретить хром, бетон, сталь. Все геометричное, грубое и массивное. Да че ж нахрен жилые массивы теперь визуально напоминают кладбища. Складывается ощущение, что совсем ничего подобного с нами не случилось в этом году. Но если вы все еще строите конспирологические теории по поводу того, кто мог стоять за лесными пожарами, то вот вам в копилку еще одну. Это вполне могли быть дикие животные-вампиры, воспламеняющиеся на солнце. Прямо как здесь. Что тебе надо? То же, что и тебе. Будущее. Настало время для шоу. Следующий кандидат на сличение с реальностью. Представитель так полюбившегося теперь многим жанра антиутопий. Бегущий человек. Экономика навернулась по всему миру. Еда, природные ресурсы, нефть. Все на исходе. И, судя все по тому же Лос-Анджелесу 2019-го, глобальные проблемы только усилили социальное расслоение. У подножия огромных небоскребов раскинулись трущобы из говна и палок. Просто рай для разного рода мутных личностей. Америка становится полицейским государством, разделенным на военизированные зоны. Повсеместно вводится комендантский час. Теперь уголовному преследованию подвергаются даже младенцы. А для проезда между зонами вам потребуется спецпропуск. Такая карта со штрих-кодом, на которой есть вся информация про вас. Ваши финансы и прочее. Нет только скидки в ближайшей условной пятерочке. Жесткой цензурой обложено все. А государство контролирует все СМИ. Вы только посмотрите. Все это запрещено. А тут что? Это похоже на одежду с черного рынка. Конечно, в таких условиях просто не могло не появиться протестное подполье. В этом мире телевидение практически управляет обществом. Для самого популярного в истории шоу «Бегущий человек» государство отряжает любых преступников, каких только ведущий запросит. И далее их в течение трех часов убивают охотники на потеху публики. А «Бегущие» стараются хоть как-нибудь продержаться до конца и пройти приготовленные для них испытания. Так что на протесты никто не выходит. Все хотят крови и зрелищ. А вы готовы к страданиям? В трущобах на этом шоу даже устраивают тотализатор. В общем, «Бегущий человек» и единственное, что объединяет всю разобщенную Америку. Развитие технологий тут в полной мере отражает желание государства взять все под контроль. Например, заключенные в исправительной колонии работают в ошейниках и стоит им перейти защитный контур, а шметки мозгов мигом разлетятся вокруг. Несмотря на то, что визуально компы так и остались в 80-х, зато смена фона, лиц, чего угодно делается в два клика и за две секунды вы можете создать новую правду. Но, кажется, знают про такую фичу совсем немногие, раз вера в видеопруфы на ТВ у населения непоколебима. Конечно, в нашем 2019-м дипфейки пугают одних и являются неиссякаемым источником мемов для остальных. Но это все еще трудоемко, отличимо и совсем не делается за полминуты, как здесь. А вот в паре вещей фильм, как ни странно, попал в точку. Умный дом это уже вполне наша реальность. Свет. О, боже. Кухня. Тосты и кофе. ICS. Первый канал. Охотник Динамо со своим футуристичным дизайном машины смерти будто бы приехал прямиком с презентацией кибертрака Теслы. А реактивный ранец шаровой молнии уже не такая и фантастика. Приятно видеть нестареющий продакт-плейсмент в подобных фильмах. Кола может пережить, как известно, даже ядерную войну. А несмотря на то, что в общем и целом все в ленте ходят в одежде времен съемок фильма, но форму для бегущих сделал бессмертный «Адидас». В одном, правда, авторы ошиблись. Кто такой мистер Спок? В 2019-м люди все еще знают и смотрят «Стартрек». Я еще вернусь. Вам надоело выглядеть, как хлюпик весом в 98 фунтов, но вы слишком ленивы, чтобы что-то предпринять? Добро пожаловать в мир чудес 21 века. Никаких диет, никаких упражнений. Следующий в списке не слишком футуристичный, но от этого еще более реалистичный взгляд на наше свершившееся будущее. От человека против киборга. За наводку спасибо Вите Мурзикову. Это киборг против человека. Традиционное кунг-фу против технологического боя. Прошлое против будущего. С чем они не прогадали, так это с тем, что миром и правда правят корпорации. Крупный игрок на рынке биоимплантов Сианон вполне может позволить отгрохать себе целый остров вне юрисдикции каких-либо стран и творить там, что вздумается. Хоть запрещенными научными разработками заниматься. Хоть организации Мортал Комбата ради рекламы. Люди будущего почему-то по всем пессимистичным прогнозам обожают кровавый спорт. А любым другим развлечением предпочитают чужие страдания. Так что собрать чемпионат по выбиванию говна из кибернетических задниц, да еще и с возможностью учинить фаталити на камеру, идея обреченная на успех. Конечно, все 56 киберкорпораций мира от мала до велика пытаются выставить своего бойца, чтобы прорекламировать свой товар. Правда, дело это крайне рисковое, ведь от исхода этих поединков акции компаний то стремительно взлетают вверх, то с оглушительным грохотом рушатся. Технологии будущего позволяют пересобрать улучшенного себя всего за три дня. Но, несмотря на это, Филиппины 2019-го все еще остаются страной третьего мира, где тебя прямо на улицах не уманилы, могут избить и раздеть до трусов, а может и их заберут. Тут уже как повезет. Вместо привычных долларов, покануну любого фантастического фильма, здесь в обороте кредиты. Каждый получит 10 миллионов евро кредитов, если сможет победить нашего чемпиона. В остальном, то ли по лени создателей, то ли по недомыслию, но на дворе стоят типичные девяностые. Например, в кадре мелькают телевизоры GVC, которые я не видела с детства. Батарейки в комплект не входят. А может у них просто был какой-то гений-провидец, который заранее знал, что в этом году мы будем часто оглядываться на моду девяностых и пытаться ее реанимировать. И поэтому просто оставил все как было в 1995-м. Какой ужасающий взгляд в будущее для нас всех. Я думаю, что это начало будущего. Космического будущего. Следующий проверку на сбываемость пройдет слепленная из токовых видосов скучнейшая научная фантастика. За пределами В самом фильме, конечно, нигде год не конкретизируется. Но если сказано в синопсисе, что это 2019-й, то мы спорить не будем. Одним прекрасным днем возле нашей планеты появляется аномалия, прозванная британским космическим агентством Пустотой. Все лучше, чем аномалия 3.2 слэш Би. На деле это оказывается червоточина. И пока специалисты ломают голову, пытаясь понять, что же с ней делать, по всему миру появляются огромные летающие черные шары. Одни пытаются их расстрелять, другие забросят человека в червоточину, чтобы узнать, что на другой стороне. А тем временем разумные существа неопределенной дымной формы иоритным дождем, активировав барьеры с тех самых черных шаров. Чинят солнечную систему и лепят еще одну планету возле нашей. Земляне, не проявив должной изобретательности, называют эту Нибиру Земля 2. И все это случается потому, что пришельцы посмотрели золотой архив. Это как золотые пластинки на Вояджере, только на жестком диске. Картинки и видосы про нашу планету. Земляне приходят к выводу, что они казались достойными спасения и готовятся заселить новую Землю 2 киборгами. Хотя она прекрасно подходит и для просто людей. Инопланетный дым обещает однажды вернуться, ведь это их часть цикла, созданного ими же процесса для поддержания мира во всем мире. Или другими словами, стабильного существования Вселенной. И если честно, я не уверен, что наши технологии сейчас на это способны. Подобные научно-технические выкрутасы пока что у нас не в ходу. Поэтому стоит на них остановиться чуть подробнее. Во-первых, человек смог, пусть и не с первой попытки, создать робот-тело, пересадив туда мозг. Идеальный вариант для покорения космоса и суицидальных миссий. Оружие, встроенное в руку, идет в комплекте. Конечно, назван этот вид киборгов с запредельной оригинальностью. Там человек 2.0. Во-вторых, раз уж по большей части новые люди — это машины, то и декодирование памяти стало возможным. Но, конечно, даже в этой параллельной реальности есть пересечение с нашей. В фильме немного показывают возмущенную общественность, бунтующую против того, что правительство скрывало от них правду о пришельцах. И пускай это была не Зона 51, а британское космическое агентство, и никто не бегал в стиле Наруто, но, кажется, в киношной версии народу пришло все-таки больше. В остальном, так как снималось все в 2017, то еще тогда было понятно, что кардинально ничего сильно не изменится. Так что мир фильма не особо футуристичный. Остается огромное количество других сложных вопросов. В частности, что нам делать? Нам остается только идти навстречу будущему. С одним геошторм точно попал в десятку. Хайп вокруг малолетних дебилов, вопящих на тему экологии. Местная Грета Тунберг с порога начинает нас запугивать тем, каким ужасным был 2019. Давайте разбираться, как все было на самом деле. В 2019 году на землю обрушились ураганы. С августа по сентябрь на Багамах действительно бушевал ураган Дориан. Торнадо. В марте Алабама, в апреле Румыния, а в июле северо-восток Китая подверглись таким стихийным бедствиям. Наводнение. От них пострадали Иран, наша Иркутская область, Пилипины, страны Восточной Африки. И засуха. Австралия, юг Африки и Центральная Америка могут поделиться печальным опытом 2019 года. Истривер затопила Нижний Манхэттен. А вот такого точно не было. Последний раз что-то подобное случалось в 2012 году, когда ураган Сэнди добрался до Манхэттена. В Мадриде от аномальной жары всего за один день погибло 2 миллиона человек. Конечно, июль стоял жаркий, но не настолько, чтобы выкосить сразу треть населения. За весь месяц по всей Испании от жары погибло 4 человека. Геошторм совсем уж сгущает краски, поставив человечество на грани исчезновение. Поэтому 17 стран объединяются ради постройки сети спутников, способных воздействовать на температуру, влажность и давление. Эту сеть нарекли голландцам. Таким образом, человек приручил стихию. Мы же прожили этот год с катаклизмами другого характера, по крайней мере про пожары никто в фильме не упомянул, и другого масштаба. Так что и голландца нам никто не отгрохал. А про остальное поговорим, как только доберемся до 2022. Пока мы помним, что впереди нас ждет будущее, мы будем жить. Помнишь, каково было раньше? До того, как все покатилось к херам? Помнишь? И напоследок мы посмотрим на будущее выращенное в инкубаторе пацанских цитатников. Район Си-11. Примерно в районе альтернативного 2009-го, судя по футажам, Франсуа Оланд, который появился на своем посту только в 2012-м, Трамп из 2017-го и Путин даже тут не угадали. Искусственно развязали войны из-за религии и территорий. Войны, что вызвали протесты, а протесты обернулись бунтами. В США, по мнению создателей, до полицейского беспредела все было относительно тихо. Но потом на Западе Америки народные массы поднялись на сопротивление. Отрадно видеть, что бунт этого вашего Запада вообще никак не отличается от нашего обычного русского марша. Основные события фильма происходят в Бостоне 2019-го, 10 лет спустя всего этого трэша. И если режиссер написал на МДБ, что это 2019-й, то у нас нет никаких причин с ним спорить. Не ясно, то ли благодаря благополучно забитому болту на недалекое будущее, то ли из-за своей прозорливости, ведь вышел фильм в 2017-м, а оттуда, как известно, до 2019-го полшага. Но фильм вообще не выглядит футуристичным, так что это практически наша реальность с парой оговорок. Бостон 2019-го совсем не сахар. На улицах опасно, везде нужны связи или правильная родня. Пойманных преступников тут же отпускают на волю и практически всем заправляет наркобарон местного разлива. Под нами копы, лидеры бизнеса и даже мэр. О смертностях самых полицейских в районе Си-11 самая большая в штате. Но всеобщий упадок все равно чувствуется даже в каких-то мелочах. Например, журналисты на встрече с мэром без операторов и даже микрофонов смело тыкают продажному главе города в лицо телефонами. Невероятный богач, подмявший под себя весь Бостон и живущий на широкую ногу на деловой встрече жует курицу из KFC, запивая ее колой. Не знаю, к лучшему или к худшему, но с «Эсжего безумием» фильм оказался совсем недалек от правды. Конечно, что девушка так что перед нами либо трапеция, либо очередной манегендер, либо борец за общие душевые. Хотя тут вроде видно, что это помещение для мужчин и инвалидов. Вот, вы наверняка жаловались, что музыка деградировала и раньше было лучше. Но нам хотя бы повезло немного больше. И в отличие от героя фильма, никто из нас не слышал 24 на 7. Из каждого утюга Бутибург. Я просто не понимаю, нафига ты слушаешь? Тупая песня. Цепляет, блин. Цепляет, но все равно говно. Ну знаешь, а ты слышал, какую нынче все поют? Ладно, не может же быть недалекое будущее совсем без модных гаджетов. Здесь полиции раздают военное снаряжение просто на острие технологий. Во-первых, это очки с распознаванием лиц, тепловизором и режимом ночного видения. Про остальные навороты я не скажу, но с прошлого года в полиции Китая тестировали очки с системой распознавания лиц. И даже успешно ловили жуликов. Во-вторых, полицейским раздали бронежилеты с встроенной системой обвесов. Ну, кармашки и кармашки. Не такая уж и фантастика. В-третьих, полицейские получили по навигатору коммуникатору. Это такие смарт-часы с рацией, которые все еще могут заблочить глушилки. Вот это песос. Ну вот и все. Теперь вы точно знаете, как выглядит наш 2019-й в кино. А если вам любопытно, то мы можем окунуться и в кино 2020-й. Обязательно отпишитесь в комментах, если вам это интересно. Но, как говорится, это будет уже совсем другая история. Спасибо огромное людям, которые поддерживают выход видосов. Привет из будущего Вити Мурзикову, Винстону, Загадочному Анониму, Роману Волкодлаку и Несменяемому Королю Донатеров Нинтендо Бою. Всем пока!